Доброе утро, коллеги из Украины. Меня зовут Иманс Юревич, я руководитель государственной службы Латвии. И большое спасибо за то, что вот такое мероприятие в данных обстоятельствах было возможно, для того, чтобы мы смогли поговорить насчет того, что в данный момент происходит в Украине, и есть ли какие-то способы, как мы тоже можем помочь. Я вижу, что у нас очень-очень много людей сейчас подключились, потому что я довольно, ну, я понял, что очень-очень большой интерес со стороны моих коллег тоже. Я думаю, мы в этот раз, наверное, обойдемся без того, что не будем вдруг, ну, рассказывать, кто именно к нам в данный момент подключился, потому что это, наверное, на час будет тогда. Но когда кто-то хочет что-то сказать, высказаться, есть возможность это делать в комментариях. Здесь такой чат имеется, туда можно что-то написать. И если хотите тоже, ну, вовлечься в разговор, тогда тоже, конечно, это возможно, и даже желательно, но только тогда вот и скажете, кто вы такой. И из латвийской стороны, из украинской стороны, чем занимаетесь, так далее. Ну, общих чертах, чертах с нашей стороны. В принципе, почти все, почти все выше руководства нашей службы. Тут присутствуют мои заместители, руководители департаментов, руководители регионов. Имеется тоже, нам присоединились мои коллеги, которые работают в Центре поддержки беженцев из Украины. Есть такие коллеги тоже, которые почти три недели там проработали. У нас сотрудничество имеется с службой по эмиграции и гражданству в Латвии. Мы отслуживаем своих работников туда помогать им. И я посчитал, что очень важно, что если у нас такой разговор здесь есть, то имеется, что они тоже могут участвовать и слышать этот разговор. Олег, ты там? Да, да, Иман, здесь. Большое спасибо, Олег, прежде всего вам, за то, что такой разговор у нас возможен. Между прочим, я включил запись нашего разговора, потому что я хочу эту запись потом распространить на других сотрудников провации. И, может быть, и подальше, если разговор таким образом будет развиваться, мы посмотрим с Олегом, потом и поговорим, как мы можем, может быть, и использовать эту запись в будущем, если будем использовать. Может быть, не будем. Да, то, что я хотел очень сказать от себя, что мы очень переживаем, очень переживаем за все, что происходит с Украиной в данный момент, что происходит с вашим народом. Мы в Латвии тоже считаем, что это наша война, что происходит в Украине. И лично я чувствую себя очень неловко. Как-то мне кажется, это такая большая несправедливость, что наша война обоюют, скажем так, только украинцы. Ну, как бы я логически понимаю, почему вот такая ситуация у нас в данный момент. Но я вот лично чувствую себя как бы виноватым насчет этой всей ситуации. И хотел бы найти какой-то выход лично для себя из этой и найти какой-то способ, как мы можем вам помочь. И я думаю, что все мои коллеги тоже чувствуют себя, жители Латвии, довольно похожи, ну, как я себя чувствую. Это я чувствую вокруг себя. Мы все время сидим в новостях, все время почти, ну, смотрим, что происходит в Украине. Нам объяснять насчет этого не надо. Мы все понимаем. Мы все видим, что там происходит у вас. И это просто ужасно. Но то, что мы не понимаем, не знаем, как служба пробации справляется в это время, как поменялась ваша работа, как вы вообще работаете, не работаете в это военное положение. Вот непонятно для нас это. Как-то пытались мы тоже думать, вот как мы бы могли работать здесь, в Латвии, если что-то, не дай бог, что-то такое же у нас случается. Вот не можем понять. И одна из таких основных цель этого разговора, ну, услышать насчет вашего опыта, ну, что нам надо бы как бы брать во внимание, может быть, учиться у вас чем-то, может быть. И, ну, скажем так, вторая цель нашего разговора, по-моему, ну, как мы можем вам помочь, если есть что-то, чем помочь, то это точно мы хотели бы знать. И, ну, по крайней мере, попытаться как-то решить эти вопросы, если это будет возможно. Ой, Олег. Давайте, да, Иван. Давайте, да, я возьму слово. Во-первых, мы тоже очень рады, что сегодня наша встреча состоялась. Меня слышно хорошо, я надеюсь, да? Отлично, отлично. Во-вторых, сегодня достаточно спокойная ночь и спокойное утро, без воздушных тревог. Это тоже очень радует, несмотря на то, что у нас легкий дождик. Но, тем не менее, нам ничто не мешает спокойно проводить эту встречу. Наши коллеги, на самом деле, мои коллеги тоже с большим удовольствием откликнулись на то, чтобы встретиться с вами и поговорить, потому что в среде сотрудников пробации, я думаю, не стоит объяснять, насколько важно общение с коллегами и насколько оно нужно. Если говорить о помощи вообще в целом, мы, конечно, очень в Украине ощущаем сопереживание всех наших коллег из Европы, не только на уровне пробации, а на уровне стран вообще. Тоже у нас очень много информации и особенно Прибалтика проявляет всегда инициативу в вопросах помощи с самого начала этой вооруженной агрессии. И для Украины, вообще для всех граждан Украины, очень важно в первую очередь поддержание связи, понимание и желание помочь. Это тоже очень вдохновляет и очень поддерживает нас. Сегодня на нашей встрече тоже, если говорить кратко, то здесь присутствуют мои заместители, руководители подразделений, которые занимаются организацией разных всех направлений нашей службы. И также мы пригласили руководителей наших филиалов в регионах. Тут есть Лилия, которая представляет Киев, пробацию Киева. Тут есть Николай, который представляет пробацию Сум, где, как вы знаете, из новостей очень жаркий регион, очень неспокойный был. И очень много вызова возникло в связи с этой ситуацией. Возможно, к нам присоединится еще один руководитель филиала Харькова и Харьковской области. Тоже очень мужественный регион, в котором очень много событий произошло за это время. Она не смогла присоединиться к нам, кстати, с самого утра, потому что у нее хорошо получается печь хлеб, и она в данный момент на волонтерских основаниях занимается изготовлением хлеба для жителей Харькова в одном из, скажем так, волонтерских центров. Если она успеет, если у нее будет время, она, конечно, тоже очень хочет, но вопрос, которым она занимается, сейчас очень важен. Это, к слову, о том, что пробация в это время занимается не только работой, но и параллельно занимается по возможности, всеми возможными способами помогать людям, помогать вооруженным силам. И это один из наших опытов, научиться совмещать эти вещи. Для того, чтобы понимать, что у нас сегодня происходит в Украине, служба пробации работает. Служба пробации не прекращала свою работу не на один день, несмотря на все те обстоятельства, которые возникали в разных регионах. Для того, чтобы иметь представление, могу немножко привести статистики. У нас по Украине 601 подразделение пробации. Из этого 601 подразделения 464 подразделения могут осуществлять свою деятельность на базе подразделений. 138 подразделений в силу обстоятельств, в силу оккупации на сегодняшний день недоступны. Сотрудники, которые работают в этих подразделениях, частично эвакуированы. Кто-то по Украине выехал за границу. У нас на данный момент за границей находятся, давайте так, у нас 3000 человек в пробации работает. Из них 200 на сегодня находятся за границей. Естественно, я даже не акцентирую внимание на том, что это женщины с детьми, которые защищают жизнь и здоровье своих детей и вынуждены были выехать за пределы Украины. 329 сотрудников из проблемных регионов у нас на сегодняшний день выехали в другие регионы и осуществляют свою деятельность дистанционно, находясь не в своих родных регионах, но они продолжают работать. К счастью, мы молимся за это каждый день. У нас на сегодня нет информации ни об одном трагическом случае с кем-то из наших сотрудников. Правда, 38 сотрудников, которые находятся в оккупированных регионах, мы до сих пор не можем выйти с ними на связь. Но, как показала практика, у нас их сначала было почти 60. Эти проблемы связаны с тем, что в оккупированных регионах оккупанты, к сожалению, мешают нашей связи. То есть, там нет электричества, нет наших мобильных сетей, только поэтому сотрудники не могут с нами выйти на связь, потихоньку выходят. За это время уже 20 человек. Все-таки мы узнали, где они находятся, что они живы, что они находятся на оккупированных территориях. На оккупированных территориях у нас находятся 233 сотрудника на сегодняшний день. Это те, которые в силу разных причин не смогли выехать и эвакуироваться со своих территорий. Причины абсолютно разные. Причины связаны с семьями, из-за которых они не смогли выехать. Причины связаны с обстоятельствами, которые были настолько неожиданными и опасными, что не позволили им выехать. Но, тем не менее, они находятся на оккупированных территориях. Но большинство с нами на связи. И даже осуществляет свою деятельность посредством связи с нашими клиентами, через телефоны, разговоры с ними. И вообще, один из первых вызовов, который мы приняли и по которому мы решили на нем акцентировать внимание, это связь. Естественно, между собой и с нашими клиентами. Это очень важно, не терять связь даже в этих обстоятельствах, просить всех находиться по возможности на связи. Это первое условие, которое мы поняли, которое нам очень помогает. Второй момент, который у нас получился частично, конечно, у нас до этих трагических событий, до этой агрессии в стране существует система гражданской обороны, которая предполагала определенные алгоритмы действий в случае возникновения военной опасности, схемы, планы, планы эвакуации, планы защиты, защитные помещения и все остальное. Но стоит честно признать, что эти вещи красиво выглядят на бумаге, но при возникновении обстоятельств, связанных с военной агрессией, не всегда они работают, потому что, если война застала наших сотрудников дома с семьями и возникли ситуации, в которых нужно принимать решения по защите жизни и здоровья своих семей, да и своей жизни и здоровья, все-таки это, наверное, на первом плане и никто не собирался и не смог выехать на работу в офисы для того, чтобы эвакуировать оргтехнику и документы, но тем не менее этот вопрос мы предварительно оговаривали и очень важные вопросы, каким образом будет вести себя служба в случае военной агрессии. Учитывая то, что у нас и работал реестр, и есть документы, личные дела наших клиентов, есть журналы, печати, вывески и все остальное. Конечно, некоторые алгоритмы наших действий связаны с тем, как вести себя и на чем делать акцент в случае угрозы оккупации территорий, мы уже разработали позже и отправили, буквально уже основываясь на нашем опыте. на сегодня мы потеряли, ну я бы не сказал, что мы много потеряли рабочих мест, но по крайней мере из 3100 рабочих мест, которые мы, ну это мы так считаем рабочее место, то есть это стол, стул, компьютер, монитор, блок бесперебойного питания, из 3100 мест мы потеряли 122 рабочих места по причине разрушений зданий, где находились наши подразделения, еще 280 мест, они находятся на территории оккупированной, мы не можем сказать, мы их потеряли или не потеряли, потому что не всегда мы можем это проверить, сотрудники по оккупированной территории не будут ходить и проверять свои помещения, но тем не менее опыт говорит о том, что для сохранения очень важно сохранение в первую очередь жизни и здоровья, во вторую очередь информации, с которой мы работали, поэтому во многих помещениях мы естественно снимали вывески, которые говорят о том, что это помещение наше служебное, естественно, в первую очередь эвакуировали журналы, которые обобщали информацию о содержащихся у нас делах, там, где была возможность предварительно мы перемещали наши документы в соседние области, которые были дальше от места возможной оккупации, эти планы нам достаточно помогли, мы успели еще пересылать эти дела почтой, нам что интересно, но это не спланировано было, но тем не менее это сыграло свою роль, за эти два года для работы в едином реестре мы закупили за бюджетные деньги новые компьютеры для всей системы пробации в виде мини-блоков, которые оказалось эвакуировать намного легче, чем большие компьютерные блоки, из которых мы просто изымали жесткие диски с информацией и тоже их эвакуировали, но эвакуировать мини-блоки было намного удобнее, там, где возникала угроза и возникает угроза личные дела клиентов конечно же уничтожаются, мы делаем заранее акты уничтожения этих дел и надеемся на то, что очень интенсивная работа нашей пробации в довоенный период по внесению в реестр информации из личных дел клиентов в данном случае сыграла неоценимую роль и у нас много информации есть уже в реестре и мы сможем восстановить уничтоженные дела если это необходимо мы их сможем восстановить из реестра когда нам будет нужно с какой проблемой мы столкнулись как я уже говорил 329 человек которые переместились в другие места в другие подразделения пробации они к сожалению имеют на руках и то не все только смартфоны то есть возникла проблема связанная с недостаточностью нашей мобильности то есть если бы у сотрудников были не только стационарные технические устройства не только стационарные компьютеры а ноутбуки мы бы чувствовали себя более уверенными потому что сотрудники которые приезжают вследствие эвакуации из-за перемещения в другие регионы они приходят в подразделения которые находятся в тех регионах информируют о том что они там проживают начальника подразделения который в свою очередь информирует руководство своего филиала и руководство филиала информирует филиал того региона откуда он приехал то есть мы знаем куда приехал сотрудник и мы знаем что он временно работает в том подразделении куда где он нашел место жительства но к сожалению технически он немножко не вооружен и если бы были дополнительные ноутбуки в наших подразделениях куда они приезжают или была возможность бы их вести с собой то они были бы более работоспособны что касается исполнения приговоров естественно на сегодняшний день в Украине нет никаких нормативных актов которые бы приостанавливали или отменяли исполнение уголовных приговоров которыми мы занимаемся но тем не менее в рамках в рамках наших процедур в рамках наших алгоритмов мы в первую очередь поддерживаем контакт с нашими клиентами мы знаем где они что они делают и проводим регистрацию дистанционно хотя на сегодняшний день это не предусмотрено нашими нормативными актами но это единственная возможный способ поддерживать контакт с нашими клиентами в принципе мы у нас была такая практика в рамках карантинных мероприятий по по ковиду 19 когда были у нас локдауны мы это практиковали и это считается уважительной причиной неприбытия в подразделение пробации ну а естественно я уже не говорю про угрозу жизни бомбежки или тем более оккупацию конечно это тоже считается уважительной причиной неприбытия в подразделение пробации и и с нашими клиентами мы никакие мероприятия больше не можем проводить на той территории которая это я говорю о территории которая либо временно оккупирована как мы говорим либо находится на границе с оккупированными территориями серой зоны где большой риск нахождения в помещении пробации тем не менее клиенты проявляют достаточный уровень сознательности некоторые из них пытаются найти подразделения если приговоры пришли у них еще не было их инспектора они обращаются на наши средства коммуникации это страничка в фейсбуке и наш сайт работу которых нельзя прекращать в такие периоды единственное что важно с публичных средств информации в такой ситуации очень важно удалить любые адреса контакты и фотографии которые могут помочь оккупационным войскам идентифицировать людей и понимать что это помещение что это государственная служба для того чтобы устранить риск какого-то воздействия потому что речь на тех территориях оккупированных идет не только об агрессии и разрушениях а и о попытках установить естественно оккупационную власть также с помощью информационных средств также с помощью средств пропаганды были ситуации когда к нашим сотрудникам приходили и предлагали сотрудничество ну слава богу не доходило до угроз жизни и здоровью наши сотрудники отказывались и по всем этим фактам естественно они оттуда с оккупированной территории писали заявления передавали нам через мессенджеры и мы на основании этих заявлений делали заявления в правоохранительные органы которые открывали уголовное производство по поводу угроз и по поводу примушивания принуждения наших людей работать с оккупационными властями для нас это очень важный момент потому что мы должны защищать наших сотрудников которые противостоят таким образом агрессии то есть это очень важно регистрировать и подавать чтобы сотрудников обезопасить от возможных дальнейших обвинений так же мы пришли к выводу о том что информацию о наших сотрудниках которые находятся на оккупированной территории также необходимо передавать правоохранительные органы как субъектов возможных преступлений в отношении их и ну или чего мы очень не хотим преступлений с их стороны то есть это уже не наш вопрос у нас нет возможности проводить оперативно-розыскные мероприятия этим должны заниматься правоохранительные органы но фиксировать эти моменты нужно потому что это будет играть дальнейшую роль в судьбе этих сотрудников так же само как необходимо мы пришли к выводу что необходимо тоже любым возможным способом регистрировать вопросы связанные с разрушениями наших помещений или их захватом если есть у нас такая информация это мы тоже должны фиксировать и подавать правоохранительные органы дабы потом были основания говорить о том что наше помещение было разрушено в ходе преступных действий страны агрессора по поводу давайте наверное по по обстоятельствам еще какие могут интересовать возможно возникли какие-то вопросы я бы хотел чтобы или сейчас задали ваши коллеги им вопросы какие-то которые им еще интересны и мы ответили и потом я хотел бы чтобы или возможно эти вопросы прокомментируют представители с регионов которые сталкивались с этими проблемами а потом мы подойдем к вопросу наверное о помощи я просил здесь присутствует Олег Мельниченко это мой заместитель который ведет направление финансово-экономическая деятельность материально-техническое обеспечение я просил его команду поговорить с нашими сотрудниками сегодня в Украине какая возможно помощь им нужна для того чтобы это было не просто наши домыслы а то что говорили сотрудники и мы потом в конце поговорим что из этого получилось и на что мы выйдем а сейчас я предлагаю чтобы вы задали какие-то возможно вопросы и направили нашу дальнейшую беседу в какое-то конструктивное русло ответов на вопросы спасибо Олег все что вы сказали очень интересно для меня было я думаю тоже для коллег я вижу что у меня есть вопросы но я сначала дам возможность всем другим высказаться я вижу Кристина наша коллега из министерства юстиции подняла руку пожалуйста Кристина расскажи свою должность и какой у тебя вопрос здравствуйте я уже я извиняюсь за свой русский потому что русский язык не тот язык который я привыкла последние годы больше говорить я из министерства юстиции конечно мы как иманс мы очень переживаем за вас и думаем как вам помочь но мой вопрос такой конечно мы сейчас и в тюремной системе и в пропатентном службе стараемся будем рисовать планы как нам что нам делать если ситуация икс наступит то что вы рассказали это неоценимый опыт это ваша практика я уже вижу где проблемы с нашей гражданской обороной вы уже сказали пару таких слов которых я знаю что надо поменять в законах и так далее но мой вопрос такой как насчет мобилизации служба пробации идет под мобилизацией это значит что у вас все мужчины в любой момент могут быть отосланы в войну мобилизателей как это решается спасибо я спасибо за вопрос Кристина я очень рад вас видеть мы знакомы поэтому я очень рад что вы здесь присутствуете и видеть знакомые лица уже это замечательно по вопросу мобилизации естественно у нас есть определенные законы и определенные нормативные документы по этому поводу учитывая что мужчины которые работают в пробации они разного возраста есть система нескольких волн мобилизации кто под эту систему подпадает естественно у нас есть мобилизированные сотрудники которые ушли в военные силы Украины проходить службу по мобилизации кроме того у нас еще есть закон который предусматривает создание военизированных подразделений территориальной обороны это это не мобилизация это добровольные подразделения в которые также идут наши сотрудники и когда сотрудники идут по мобилизации или укладают составляют контракты на участие в деятельности подразделений территориальной обороны то они вывельняются освобождаются от работы это мне подскажет это наш руководитель нашего отдела кадров Виктория они освобождаются от работы но за ними сохраняется рабочее место и им выплачивается средняя заработная плата весь период их нахождения на службе после которой они могут вернуться на гарантированное рабочее место и продолжать свою работу также у нас в государстве есть система бронирования некоторых сотрудников которые подпадают под мобилизацию но в зависимости от возраста в зависимости от его воинской профессии которая зарегистрирована в военкомате востребованности ее сейчас и в зависимости от должности которую он занимает он может быть забронирован на период мобилизации и он не будет призываться но это немногочисленная категория сотрудников я попрошу Викторию подсказать сколько у нас на сегодняшний день сотрудников мобилизовано и в территориальной обороне примерно таких людей больше ста человек у нас Олег Борисович и продолжают поступать контракты людям и они заключают контракты мы делаем приказы на предоставление им такой возможности проходить службу то есть каждый день эта цифра меняется добавляются люди которые заключают контракты с вооруженными силами Украины кстати очень важный вопрос коли он уже коснулся персонала это есть еще вызовы с которыми мы столкнулись вызов который невозможно преодолеть на сегодняшний день это как пример оккупированная временно оккупированная территория Луганской области куда пришли войска и наше подразделение в полном составе написало заявление об увольнении это может быть продиктовано я не говорю с точки зрения их готовности с оккупационной властью а это может быть просто страх за свою жизнь и здоровье но когда на оккупированной территории подразделение в полном составе увольняется невозможно мы не нашли пока путь решения вопроса о передаче материальных ценностей и документации то есть это получается утраты как бы бесперспективные и невосполнимые еще один вызов который перед нами возник это он как раз касается сотрудников которые переместились в другие регионы в связи с этой деятельностью и особенно которые выехали за границу это серьезный вызов с точки зрения обеспечения прав предусмотренных трудовым законодательством и организации деятельности нашей службы потому что сотрудники которые выехали за границу они не могут в полной мере осуществлять выполнение своих функций по работе с клиентами пробацией вот и поэтому у нас были приняты соответствующие законы по изменениям по некоторым изменениям в трудовом законодательстве трудовых правах естественно некоторые процедуры были упрощены не нарушая основное право конституционное граждан на труд которое естественно непререкаемо но те сотрудники которые выезжают за границу у нас на сегодняшний день им предоставлена возможность брать отпуска без графика брать годовые отпуска предусмотренные законодательством и в любой момент и на любое время брать отпуск без сохранения заработной платы более того сейчас в Верховном нашей Верховной Раде зарегистрирован законопроект который регулирует возможность работы государственных служащих и чиновников за границей или работы у нас в Украине на любой другой работе и это не будет считаться совместительством которое в мирное время запрещено то есть этот вопрос тоже регулируется и будет предоставлена возможность сотрудникам находясь на своей должности но в силу обстоятельств которые не могут выполнять свои функции им будет предоставлена возможность трудоустраиваться на любой другой работе вот ну или если не за счет отпусков то наше правительство рекомендует оформлять так называемую систему простоя в случае если сотрудники не могут выполнять свои функции или посадовые должностные инструкции в силу обстоятельств которые от них не зависят но вот на гребне вот этих вот нюансов что от них зависит и что не зависит возникает очень много вопросов которые очень сложные более того после сегодняшней нашей встречи мы будем опять у себя обсуждать вопросы именно связанные с сотрудниками которые выезжают за границу и которым мы не имеем права увольнять и должны обеспечивать выплату заработной зарплаты но тут наступает наша ответственность за что мы выплачиваем эту заработную плату то есть при всей трагичности этой ситуации мы не имеем права платить государственные деньги ни за что когда сотрудник ничего не делает даже несмотря на то что он выехал спасая свою жизнь жизнь своих детей но для этого существуют системы другие системы защиты то есть зарплату то есть для того чтобы заплатить зарплату нужно очень четко понимать за что мы ее платим это вопрос очень болезненный как вы понимаете но пока что вот так пока предоставлена возможность брать отпуска и плановые и отпуска за свой счет возможно оформлять простой но очень сложно делать какие-то шаблоны рассчитанные на всю службу мы как раз сегодня будем обсуждать какие-то вопросы дифференциации применения этих возможностей индивидуальные будем как-то распределять ответственность на руководителей разных уровней для того чтобы максимально идти людям навстречу и не наделать ошибок за которые нас государство спросит почему в это тяжелое время когда наши вооруженные силы нуждаются в помощи в защите нашей страны мы платим я условно говорю почему мы платим эти деньги людям которые ничего не делают вот это очень сложный вопрос на самом деле и дискуссионный спасибо спасибо я вижу у Ивоны тоже имеется наверное не один вопрос я думаю да здрасте всем очень-очень приятно вас видеть с некоторыми мы виделись тоже и фест-фест говорится у меня вопросы больше про функции по работе с клиентом вы сказали что вы свою деятельность не остановили это понятно но у вас тоже разные функции и отличные ну по содержанию разные вы действительно ничего не остановили не остановили у вас тоже есть принудительные работы есть разные формы надзора как вы это разделили ну может что-то вы остановили все-таки и по закону или просто у вас есть такое право это один вопрос и второй вопрос я понимаю у вас суды работают и все продолжается как бы и клиенты тоже наверное есть такие которые тоже идут на войну как ну и помогают в это время как вы решаете насчет срока он просто идет вперед или 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 ну как это вы решили да то что я хочу сказать что его на мой заместитель она главная которая ответственна за всю работу с клиентами в нашей службы работать да спасибо за вопрос очень во-первых я тоже очень рад вас видеть и очень рад что вы улыбаетесь вот вопрос очень интересный я наверное сейчас предоставлю слово нашим представителям регионов но перед этим хочу напомнить что у нас получается половина Украины работает в привычном режиме если мы говорим о функциях по исполнению приговоров то в целом эти функции не приостановлены таких нормативных актов которые дают возможность приостановить или отменить исполнение приговоров в тех регионах где есть возможность конечно осуществляется и функции проведения апробационных программ и функции проверок по месту жительства и работы и функции исполнения бесплатных общественных работ и регистрация даже в подразделениях в некоторых регионах проводится вот но эти функции не могут быть реализованы там где у нас нет доступа к помещениям и там где фактически у нас нет возможности даже где-то спокойно встретиться с клиентом поэтому мы ограничиваем по результатам разговоров которых оформляют инспектора справку о том что был разговор что был на контакте наш клиент вот и направляем естественно в суды материалы по окончанию срока сроки у нас сроки наказаний кроме общественных работ они не останавливаются они идут мы с ними общаемся по телефону не проводя каких-то манипуляций вопросы связанные с их неприбытием в подразделения не участием пробационных программ у нас подпадают под уважительные причины которые не позволяют ему это делать это у нас прописано в законе и это является уважительными причинами поэтому я и говорил что у нас главное чтобы мы знали где он и чтобы они были на контакте более того есть проблема связанная с тем что клиенты тоже перемещаются они не остаются на оккупированных территориях есть такие которые ну как и наши сотрудники есть кто-то остался есть кто-то переместился если клиент перемещается то мы его фиксируем по новому его месту новому его месту нахождения он приходит в подразделение он пишет заявление что он там проживает в подразделении это фиксирует но он продолжает общаться со своим инспектором потому что в этом подразделении нету ни файла на него ни полномочий собственно исполнять какие-то виды наказаний по бесплатным общественным работам у нас более актуальный вопрос на сегодняшний день конечно в стране в рамках очень большой массы вопросов которые требуют урегулирования никто не будет регулировать вопрос связанный с тем чтобы засчитывать часы этих бесплатных работ в волонтерской деятельности наших клиентов или в деятельности по повышению обороноспособности местных громад то есть вы понимаете это там оборудование защитных конструкций потому что процедура у нас к сожалению она достаточно бюрократизирована и объекты для наших клиентов для отбывания бесплатных общественных работ они согласовываются местными органами власти и должны быть зафиксированы в соответствующих решениях протоколами заседаний местных органов власти вот ну как бы мы надеемся что все-таки эти вопросы можно решить и я вот сейчас бы хотел предоставить возможность дополнить меня возможно или уточнить кто Виктор Николай Лиля кто Виктор Виктор Васюхин начнем с Виктора это мой заместитель который как раз курирует направление всех видов пробации у нас пробацию курирует вот Виктор и Елена Суботенко тоже присутствует здесь мой заместитель она курирует направление социально-психологической работы и пробационных программ то есть это вот два заместителя которые ну как как сейчас модно говорить фронт офис наш Виктор пожалуйста да спасибо Олег Борисович добрый день коллеги очень рад всех видеть хотел бы добавить вы задавали вопрос по поводу судов у нас действительно суды с территории которые оккупированы переехали в другие регионы Украины они работают в штатном режиме но суды информируют об изменении месторасположения юридического леса поэтому информацию не имеем и знаем куда направляется сейчас мы рассматриваем вопрос по поводу личных дел подучетных бумажных личных дел которые остались на оккупированных территориях а сотрудники переехали в другие регионы мы рассматриваем вопрос чтобы дела восстанавливать через реест для того чтобы готовить поданья на освобождение по концу испытательного срока либо другие материалы в суд то есть с этим мы сейчас работаем и я думаю что этот вопрос мы решим ну вроде бы вот как если кто-то еще может добавить что-то по этому тут еще стоит уточнить я уже об этом говорил что мы на наших всех открытых ресурсах поубирали персональные контакты фотографии мы оставили для обращения осужденных электронную почту и страничку фейсбук и они достаточно активно обращаются мы с ними связываемся по предоставленным ими координатам и уже решаем вопросы постановки на учет или те вопросы которые у них возникают осужденные которые также поменяли место жительства переехали в другие регионы мы их сориентировали что они связываются с службой пробации в том регионе куда они переехали жить и оставляют свои координаты свои данные чтобы в любой момент с ними можно было связаться спасибо я вижу что Татьяна подняла ручку и потом я еще задам вопрос немножко я просто хотела добавить немножко к словам Виктора Анатольевича о том что мы пытаемся восстановить утраченные дела через реестр но у нас если бы можно было вернуть обратно на несколько месяцев на что бы я обратила вот уже сейчас я заместитель директора по цифровизации и отвечаю за реестр да что бы я обратила внимание у нас в целях безопасности все доступы к реестру привязаны к двум параметрам к IP адресу и к хэш сумме компьютера то есть если человек работник уезжает за пределы рабочего места он уже не может не иметь доступа к делам своим и у нас сделано так что все работники подразделения имеют доступы ко всем личным делам пробации но работники другой других подразделений имеют доступ только могут посмотреть только регистрационное дело и не видят наглядового дела и а вот то о чем говорит Виктор Анатольевич оно именно связано с наглядом на ципа дания на звильнение на освобождение и вот сейчас именно мы на эту проблему обратили внимание программно мы это изменить уже не можем потому что разработчики другим делами заняты и работаем сейчас с администратором над тем чтобы решить эту проблему чтобы дать работникам тех оккупированных или где идут боевые действия где у нас не работает реестр дать им доступ к своим делам в тех местах где они находятся то есть но это должно быть только подразделение пробации и только со статическими IP адресами вот над этим сейчас уже работаем думаю что если администратор безопасность администратора на это пойдет то мы решим эту проблему если нет надо будет решать другим путем вот на это надо было обратить внимание раньше а мы почему-то не обратили спасибо спасибо да коль мы коль мы говорим уже о цифровизации немножко в этом направлении я извините буду как бы вклиниваться вспоминать те вещи которые хотели бы вам рассказать я не знаю что бы мы делали без системы мегаполис это электронного документа оборота которая позволяет нам вот и присутствующим здесь готовить соответствующие документы дистанционно и в условиях невозможности куда-то приехать причем я говорю не о каких-то там отчетах о документах связанных с с кадровыми вопросами то есть это и приказы на отпуск это приказы на увольнение то есть это это нужно уметь иметь возможность такой потенциал чтобы делать это в любое время для дня и ночи не выходя из дома это очень важно потому что если бы мы это все делали непосредственно в офисе в который можем собраться на сегодня там два раза в неделю то это бы очень усложняло работу и поднимало бы градус ну как бы нервов наших сотрудников мы бы не были такими мобильными это это то что касается то что касается важности важности цифровизации и еще один вопрос который стоит рассмотреть и который мы уже тоже обсуждали и который мы уже решили нужно иметь возможность если у вас есть центральные серверы на которых вы работаете я не имею ввиду государственный реестр у которого своя база сохранения информации а если есть у вас информация как вот у нас мегаполис документооборот есть еще там внутренняя база документов рабочих связанных с деятельностью нужно думать о системе копирования сохранения копий ваших документов чтобы была резервная копия это очень важно потому что когда у нас был очень сложный вопрос с возможным захватом Киева чего конечно никогда не будет но риск был и сервер у нас здесь в Киеве и надо иметь безопасное место куда возможно делается резервная копия этих данных спасибо и я еще задам вопрос у нас в специальном законе написано что если ну в случае войны ресурсы может быть взяты для этой цели ну как бы все машины все что материальное разное как у вас насчет этого плана и второй вопрос о сотрудниках у вас есть это сказано что ну мы госсотрудники в Латвии в службе опербации у вас есть где-то сказано что какие сотрудники каким сотрудникам запрещено выезжать из страны или которые ну они должны быть 24-7 вот группа кризиса или как там назвать ее у вас есть так значит первое по вопросам автомобилей у нас их забрали еще до войны у нас нет автотранспорта в службе да это я шучу но автотранспорта у нас в службе нет и кстати это тоже определенная проблема которая возникла с эвакуацией наших дел и материальных ценностей потому что в системе гражданской обороны про которую я говорил конечно же предусмотрены планы эвакуации и предусмотрен эвакуационный транспорт но если мы представим себе ряд проблем которые решает эвакуационный транспорт то наверное пробация и ее дела были бы где-то очень-очень далеко никогда бы не дождались этого транспорта поэтому если мы эвакуировали с помощью транспорта то это был личный транспорт сотрудников или там где успели еще отправить почтовым оператором эти все вещи по поводу нахождения сотрудников я не знаю Виктория меня сейчас дополнит возможно но у нас в стране как раз нет перечня таких профессий вот перечень профессий обязательных к вакцинированию от ковида был вот а перечня профессий обязательного нахождения на территории Украины во время войны нет то есть ну возможно наш законодатель как-то исходит из того что на профессиях профессии могут занимать женщины с детьми естественно мужчинам до 60 лет выезд из Украины запрещен но это вопросы не касающиеся государственной службы это вопросы касающиеся мобилизации и военного военного положения вот более того у нас есть такое национальное агентство государственной службы которая дает на эту тему разъяснения и рекомендации и в этих разъяснениях и рекомендациях в принципе написано что может осуществлять сотрудник госслужащий свою деятельность за пределами рабочего места недавно внесли изменения и за пределами Украины но эти вопросы должны быть согласованы с его руководителем по поводу того какие именно функции и как он будет осуществлять дистанционно как он будет отчитываться об этом у нас дистанционная работа предусмотрена и в мирное время эта система но в мирное время она предполагает составление договора между сотрудником и работодателем в котором это все оговаривается а в военное время такой договор не составляется это одна из вещей которая меняет военное положение такой договор не составляется но эти вещи должны согласовываться и третье третий комментарий по этому поводу мы не знаю к сожалению или не к сожалению сотрудники пробации у нас не госслужащие мы сотрудники которые работаем по трудовому договору и поэтому как бы вам сказать почему я говорю к счастью или к сожалению потому что в вопросах защиты мы все время говорим а почему по нам не дают никаких комментариев про дополнительную защиту только по госслужащим какие-то регулируются вопросы даются разъяснения вот но в некоторых случаях все-таки у нас лучше быть сотрудником которые работают по трудовому договору а вообще у нас пробация сейчас в этом плане уникальная служба в стране наверное потому что у нас половина сотрудников это сотрудники которые работают по трудовому договору а половина сотрудников это сотрудники аттестованного состава которые носят погоны так же как в тюремной службе которые имеют специальные нормативные акты о прохождении службы приравненные там к полиции к вооруженным силам и поэтому нам приходится вот между этими между этой ситуацией очень много вопросов балансировать особенно вопросов касающихся зарплаты и денежного содержания социальных гарантий отпусков это очень сложно это уже моральный аспект у нас вообще любят в стране моральные аспекты в некоторых служебных ситуациях и вот как раз то что вы задавали вопрос нахождения руководителей в Украине руководителей разных рангов во время военного положения оно вроде как законом не предусматривается я не знаю таких законов которые бы обязывали но дискуссия про моральный облик руководителей которые себе позволяют в такое тяжелое время для страны уехать куда-то он постоянно фигурирует то есть с одной стороны национальное агентство государственной службы издает рекомендации которые позволяют это делать а с другой стороны там политические фигуры заявляют о том как может руководитель уехать из страны ну такое бывает у нас часто Виктория я ничего не пропустил Олег Борисович ну после вас сложно что-либо добавить вы очень все правильно сказали у меня конечно немножко были какие-то тут сбои с интернетом и видео до сих пор не подключается ну я вас вижу вы меня нет но единственное как бы чем хочу дополнить почему у нас нету запрета выезда за границу потому что у нас ни у одного сотрудника нету допуска к гостайне сотрудники ДКВС которые имеют допуск даже едут в отпуск на отдых в страны они подписывают там обязательства ставят подписи в соответствующих документах журналах о неразглашении той информации которую они знают и так далее у нас доступа к гостайне нету поэтому ограничений к выезду сотрудников за границу нету и документы такие отсутствуют Виктория а я же не ошибся у нас нет законодательных каких-то актов которые бы устанавливали перечень должностей и руководителей которым запрещен выезд в военный период за пределы Украины не встречала я такие акты думаю что касательно сотрудников проваться их уж точно нету могу с уверенностью сказать ну да Олег Борисович можно дополнить немножко да добрый день коллеги моя фамилия Микличенко Олег я первый заступник заместитель директора Олега Борисовича я хотел вам дополнить какой о чем сказать хотел хотел сказать о том что мы все говорили о войне 8 лет но мы все не понимали что это такое и поэтому наверное вот те законы о которых вы говорите да они ну были не по времени да никто не думал что так все произойдет поэтому четкого законодательства о выездах или кто должен оставаться в стране это уже все делается на ходу и действительно что в большей степени сейчас уже у нас не законы которые прописаны а это моральные законы о которых говорил Олег Борисович да поэтому наверное наше руководство как бы и говорит об этих моральных законах что руководители не должны выезжать со страны и хотел бы еще обратить ваше внимание ну как на мой взгляд в большей степени наверное я вот здесь параллельно смотрю википедию Латвия да и я понимаю что у вас население миллион девятьсот жителей в стране у нас сорок миллионов у нас стоят очереди в терраборону у нас люди на одно место в терраборону по пять претендентов берут только тех людей которые умеют воевать страна не остановилась потому что то что происходит в областях да ну вот представьте это вот у нас там условно Сумская область вот представитель Николай Федорович это та же Латвия это вот наверное информацию больше для вас познавательную Олег Борисович в общем рассказал да ну вот как действовать если вдруг что будет происходить больше наверное вам нужно впитывать от начальников наших региональных начальников они на местах уже больше там как бы пережили и все это видели еще хотел бы сказать что вот я поднимал сводки МВД в первую неделю у нас практически не было криминальных нарушений в стране это говорит о том что все сплотились и все здесь не было такого кто представитель криминальных структур кто законодательных структур у нас все понимали что это орда которая прет они нам здесь война происходит массово как во время великой отечественной они нам просто сюда тушенку шлют то есть это людей они массово нас хотели задавить понимаете и поэтому я вам хочу сказать что вам больше полезной информации наверное такой именно точечной могут дать представить наши региональные представители спасибо спасибо большое я еще хотел бы спросить может сказали но не понял может быть я но как я понимаю судопроизводство продолжается в Украине да вот суды работают клиентов к вам как бы наверное присылают они находят почту имейл как бы договариваются что придут или не придут позвонят не позвонят ну ну ладно а в это время вы тоже посылаете каких-то ваших клиентов в суд чтобы их положили ну отсылали в тюрьмы скорее всего нет наверное да за что если посылаете ну общественные работы тоже интересно а что именно ну как я понимаю общественные работы тоже продолжаются да а что именно делают во время общественных работ это тоже предполагаю как-то поменялось наверное да ну куда отсылаете или нет ну как раз тот вариант когда я предлагаю дать слово Николаю наверное из Сум и потом Лиля дополнит из Киева руководители наши по этим вопросам пожалуйста добрый день Олег Борисович добрый день Иман спасибо вам за наданное слово первая проблема с которой ну я как начальник столкнулся это паника сотрудников в 5 часов утра когда начали ну обстрел города Сумы я уже в 6 часов был на работе и к 6 часам мы оповестили весь личный состав первое ну совещание было проведено в 7 часов утра к 11 ну 70 процентов сотрудников это женщины которые в 11 часов дня уже думали о своих семьях что они должны взять в эвакуацию и хорошо что ну было предусмотрены и акты на уничтожение и были под рукой мобилизационные планы очень важно чтобы были номера телефонов сотрудников чтобы ну вот у меня лично есть номера телефонов и адреса и где они находятся и я поддерживаю по сегодняшний день с каждым сотрудником связь ну кроме тех которые выехали за границу два сотрудника из 75 только два выехали за границу все остальные на месте я вам хочу сказать что спустя пять часов военных действий началась прерывы связи и с многими районами я не мог связаться постоянно меняли площадку или в мессенджере общались или в вайбере ну площадка для общения постоянно менялась через семь восемь часов уже были российские блокпосты и между городами проехать невозможно было я выезжая уже ну был на блокпостах и объезжал их лесами ну зная как можно выехать решения которые принимались это обеспечение сохранности имущества все компьютеры принтеры мы ничего не утеряли сотрудники забрали домой очень опасно забирать домой личные дела действующие начальники забрали домой благодаря ну небольшое количество или распределили что касается архивных дел мы их сложили в наших ну учреждениях в пробации транспорта для эвакуации быть у нас не было и отправлять по плану мобилизационному в соседнюю область людей которые спасают свои семьи это практически невозможно люди думают о семьях удостоверение там как бы идентифицировать сотрудника пробации мы вот это ну в первую проконсультировали наших сотрудников и чтобы они никому не показывали свои удостоверения потому что ну 50% это люди в форме это оттестованные сотрудники вот на что еще нужно обратить оккупация сотрудники попали в оккупацию некоторые сотрудники уехали с приграничных районов обеспечили сохранность и выехали по зеленому коридору один одно подразделение попало под оккупацию я не мог связаться с сотрудником 4 дня к нашему сотруднику приходили вооруженные силы российской федерации ну я думаю что наши клиенты вот это привели указали где сотрудник живет у сотрудника дома ничего не нашли но очень вели себя плохо своровали очень восхищались тем как живут живут сотрудники пробации хотели что-то своровать вот ну вот так золото там украшения и технику на что еще обратить внимание наши клиенты клиенты относились сейчас общественные работы работают у нас во всех решениях органов местного самоуправления прописано прибирание территории то есть после взрывов есть что делать если происходит взрыв бомбы самолета в радиусе 150 метров даже пластика пластика от окон найти невозможно вот такие разрушения воронка 6 метров в диаметре глубина 3-4 метра в зависимости от попадания но убирать и с чем работать есть проблема с документами но графики были составлены на март месяц вот так получилось но люди выходят работают я думаю документы нам нададут со временем вот на что я полагаю что безопасность на рабочем месте уже не так важно но скорее всего эти все правила в мусорник просто выбрасываем во время войны все помещения на первом этаже это более безопасно у нас выше второго этажа нету помещения в аренде и поэтому на первых этажах более безопасно было находиться поэтому люди на счет общественных работ потому что в Латвии у нас очень строгие правила что не можем там отсылать на общественные работы если там какие-то угрозы работ ну что он покалечит себя или что-то не объяснили ему да до конца я ну насчет этого люди наоборот хотят люди хотят выйти в город потому что работают волонтеры потому что их увидят люди люди хотят общения и хотят получить продукты питания что-то ну все равно люди получают взамен и ну в каждом районе там это немного 4-3 человека 2 но Николай они же работают с коммунальными службами которые не выйдут работать если происходит опасность бомбы падают они выходят работать только когда есть такая возможность и ничего не угрожает жизни конечно говорить о работах опасных не опасных для жизни то что говорил Имац конечно да это сейчас никто не обращает внимания это тоже есть в наших законодательных актах и техника безопасности но тут тоже моральные аспекты играют большую роль поэтому я и говорил о том что есть клиенты которые принимают участие в волонтерской деятельности или работают на объектах на которых не работает коммунальная служба и вот мы сейчас думаем каким образом можно засчитать им эту работу в часы общественных работ потому что все-таки несмотря на то что это моральная ответственность он сам идет туда работать но было бы правильно засчитывать эту работу потому что это тоже бесплатная работа хоть и волонтерская но это работа на благо общества поэтому ну мы честно говоря этим вопросом поремалась мы об этом вопросе думали еще до войны у нас как раз сейчас шли дискуссии по поводу расширения возможности применения общественных работ и законопроекте у нас были общественные работы как дополнительный вид наказания а не как основной что значительно бы их расширило и по характеру общественных работ мы хотели расширить их не только на объектах коммунальных служб а еще и других социально важных объектах но я думаю что мы как бы после войны учитывая более того этот опыт как аргументы мы будем дальше над этим работать Николай Уимонса был еще один вопрос по направлению материала в суд по скасыванию про отмену специального срока вы направляли за это время кому-нибудь нет пока не направляли все работают на удаленном доступе пока но это работа направляем только по окончанию срока испытательного и все я хочу сказать что я не зря говорил в начале что так сейчас Лиля извини пожалуйста я чуть-чуть еще поддержание контакта это очень важно потому что даже если клиент просто выходит на контакт это говорит о том что вероятно он бы пришел на регистрацию он бы не нарушал этот порядок если он сам связывается и находится на контакте у нас отменяли испытательные сроки как правило после того как клиент исчезал и мы его найти не могли даже в мирное время а если в военное время он выходит на контакт то конечно же есть основания считать что действительно эта ситуация есть уважительная причина и человек пришел бы к нам и пришел бы и на общественные работы тут конечно говорить о том какие могут быть основания для отмены испытательного срока сейчас военное время очень тяжело Лиля пожалуйста может еще что-то добавишь Добрый день всем коллеги спасибо за предоставленное слово я с Киева я руководитель филиала центра пробации в городе Книве и Киевской области я как никто каждый день чувствую поддержку и сопереживание от представителей Латвии у меня есть подруга она на пенсии тюремной системы Латвии она и в Киев в гости приезжала поэтому она мне каждый день ватсап пишет как дела как прошла ночь поэтому мне очень приятно это я хочу рассказать как это было у нас потому что Алим Борисович рассказал в общих чертах как бы не так детально как оно на практике все происходит у нас 24 февраля в 5.30 утра утро началось со взрыва недалеко от моего балкона после этого начались массовые звонки сотрудников паника что делать куда спасаться идти или вообще на работу и какой план действий в первую очередь значит всем сотрудникам была дана команда по возможности если это не угрожает жизни поехать на работу эвакуировать материальные ценности в первую очередь это системные блоки как сказал наш директор что очень хорошо что у нас большинство техники новой это очень мобильные системные блоки собрать системные блоки собрать печати журналы учетов собрать флешки ключи доступа к реестру и в зависимости от количества материалов наших действующих клиентов пробаций тоже их эвакуировать если их немного если таких материалов достаточно много и невозможно было так быстро их куда-то вывезти или переместить потому что у нас это очень активно в киевском регионе утро начиналось поэтому сотрудники у кого там небольшое количество они все-таки забирали домой эти материалы эти материалы прятались в подвалы помещений в которые мы находимся эти материалы складывались в мешки опечатывались и вывозились в подвалы судов так как подвалы судов укомплектованы противопожарной пожарной системой поэтому туда были вывезены эти материалы на местах оставались архивы там старые журналы это все было по возможности сложено в металлические сейфы для хранения на помещениях подразделения были сняты вывески и сразу же начали думать о том как нам заблокировать доступ к реестру тем сотрудникам которые скажем так почти с первых минут вторжения и агрессии Российской Федерации оказались в оккупации как бы была эта информация собрана и подана высшестоящему руководству потом чтобы сразу заблокировали эти ключи доступа у нас это на 30 дней блокируется потом если надо можно разблокировать или заново потом оформлять это доступ в базе наше дальше по выходу на работу как бы дальше сотрудники задавали вопрос да хорошо что дальше выходить нам на работу не выходить как мы вообще будем работать то есть точно так же им было рассказано что если ну потому что уровень агрессии скажем так в разных районах Киева и Киевской области как бы по-разному был накал поэтому там где было очень опасно выходить на работу естественно никто не выходил люди первую неделю полторы вообще находились в подвалах киевляне все находились в метро и тоже в подвалах в домах в убежищах поэтому очень хорошо что у нас были рабочие группы налажены на разных месседжах и в телеграмме и там в новых программах да безопасных на период войны мы все сразу посоздавали группы во всевозможных месседжах что если что мы будем уже смотреть по ситуации где нам будет безопаснее и комфортнее общаться значит у нас подразделения на территории Чернобыльской зоны да они у них там с 4 утра заехали машины сразу на Чернобыльскую станцию сотрудники естественно об этом узнали они сразу же немедленно поехали в отдел все там попрятали по месту с ними у нас со 2 марта практически нету связи мы там через родственников через какие-то дальние села узнаем информацию ну почти месяц скажем так я не слышала голоса ни руководителя ни его заместителя в Иванковском районе скажем они в самой жесткой оккупации поэтому как бы надеемся и молимся что все с нашими сотрудниками будет хорошо следующий вопрос к которому мы подошли да это что с персоналом люди повыезжали кто за границу кто в другие регионы это естественно это сотрудники нашей женщины это за границу повыезжали женщины которые имеют двое детей часть них это уже наши сотрудники которые бежали когда-то в 14-м году с Луганска из Донецка и им теперь пришлось бежать еще из Киева поэтому как бы все сотрудники которые за границей они взяли отпуска все сотрудники которые у нас в других регионах как бы мы знаем кто где мы ведем эти списки у нас в месседжерах и утром и вечером проходит перекличка все ли живы здоровы все на связи если кто-то не выходит на связь мы сразу берем этого человека на контроль пытаемся через волонтеров через какие-то другие учреждения узнавать что с ними ну естественно все люди которые у нас как бы и частично мы работаем ну грубо говоря мы 50 на 50 38 подразделений у нас 50 процентов подразделений работает в штатном режиме либо ходят по очереди на работу потому что есть проблема транспортного с получением транспортной связи им не на чем на работу добираться поэтому они либо по очереди ходят на работу либо работать в штатном режиме те 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 сотрудники которые работают удаленно я скажу так что да действительно нам очень сложно работать с смартфонов потому что есть ряд задач скажем так в том числе там и отчетность какую-то информацию оперативно нам надо собрать по людям по выехавшим да то действительно сложно это все сделать смартфона но тем не менее мы находим выходы мы работаем и я скажу так что мы мы отчеты все закрываем мы максимально стараемся делать всю работу исполнять все функции которые на нас возложены наши сотрудники которые выехали в другие регионы они также по тому месту обращаются в подразделение пробации где безопасно скажем так предлагают свою помощь тоже помогают волонтерам сотрудники в цернопольском регионе у нас лепят вареники сотрудники пробации тоже в свободное время лепят вареники и мои киевские сотрудники тоже присоединяются лепят вареники для гражданской обороны для сбройных сил плетут сетки и мы максимально тоже держим руку на пульсе и стараемся так как можем поддержать нашу страну у нас очень морально боевой дух поэтому как бы не было сложно никто не сдается сдаваться вообще не собирается следующий момент у нас по приему с клиентами и вообще по работе с клиентом так как я говорила что у нас 50 на 50 подразделения работают в регионе получается что те подразделения которые временно под оккупацией да если клиенты наши тоже повыезжали эти клиенты постоянно выходят на связь в день регистрации они обязательно звонят или пишут какие-то смс о том что они живы они пишут где они если выезжали в другие регионы наши клиенты пробации также выстроен алгоритм они обращаются тоже в другие подразделения пробации где безопасно там пишут объяснения пишут свои адреса копии паспортов оставляют и потом коммуникация уже через руководителей разных уровней все направляют нам информацию потому что мы одна большая пробационная семья скажем так и мы исполняем все функции и по работе с клиентами и по работе между собой между персоналом то что у нас фактически с какими вызовами мы столкнулись это в первую очередь то что надо было очень оперативно вывозить материалы у нас не все сотрудники на автомобиле не все мобильные и действительно мы думали куда прятать эти дела искать кого там не все количество материалов помещается в металлические сейфы потому что именно в металлических сейфах есть шанс скажем так что эти материалы удастся сохранить но у нас в одном подразделении которое повреждено тоже такая ситуация что вывезли материалы в подвал суда подразделение завалилась крыша а суд горел поэтому в этой ситуации уже не знаешь как лучше оставить эти материалы на месте как бы они не сгорели или надеяться что все-таки сработала система противопожарной безопасности в суде и все материалы как бы целые и хорошо поэтому тут очень индивидуально в каждом регионе и 24 на 7 и конечно на связи но естественно важный вызов такой с которым мы столкнулись это налаживание работы дистанционно потому что с мобильных телефонов действительно как бы много работает и неудобно скажем загружать эти таблицы как бы поэтому мы много много форм посоздавали на гугл таблицах в экселе да и каждый заходит по ссылке и там уже подает информацию которую знает которую помнит ну как-то так если я что-то упустила либо еще какие-то есть вопросы я с удовольствием поделюсь информацией как мы скажем так срабатываем в этой системе спасибо спасибо Лилия Виктор руку поднимал да 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 Олег Борисович я хотел бы добавить еще или обратить внимание на проблему с которой мы столкнулись это при направлении в суд представления на отмену испытательного срока или на освобождение у нас в обязательном порядке должна быть проверка на привлечение клиента пробации к уголовной или административной ответственности в оккупированных регионах или регионах где ведутся активные боевые действия эти требования взять ну понятно нельзя потому что базы данных национальной полиции не работают и на сегодняшний день мы вышли скажем с этой проблемой таким образом что всю эту информацию можно брать через другие областя через управление нацполиции других областей или же через наш центр пробации через Киев потому что суды без этой информации не принимают наше представление спасибо за дополнение я еще хотела бы добавить у нас точно так возникла проблема с тем что у нас ряд клиентов пробации обязаны с нами согласовывать выезд за пределы Украины и есть четкий перечень по каким причинам мы должны предоставить соглашение они с ним выезжают за пределы но в этой ситуации много женщин с детьми просто выезжали и потом по факту родственники через соседей мы узнавали что они выехали за пределы Украины просто спасая свою жизнь сейчас будем тогда разбираться как быть с ними когда они вернутся и какие франции подбить выводить и как дальше быть по мужчинам есть четкий перечень кому можно кому нельзя выезжать как бы тут мы знаем что мужчинам мы отказ давали даже кто обращался в телефонном режиме а вот именно с женщинами с детьми это достаточно интересный вопрос нас надо для чего мы должны им давать разрешение полежать поделы начинать как бы к окончанию нашего разговора двинуться и поменять тему на то как мы можем помочь вам и если есть такие возможности и прежде мы начинаем на счет этого говорить я знаю у вас есть тоже мнение насчет этого но прежде я хотел бы дать слово моим коллегам которые работают уже месяц в центре по поддержке беженцев из Украины чтобы они рассказали какую помощь в данный момент мы предлагаем беженцам из Украины какие впечатления насчет той работы в центре и я знаю что больше всех наверное из наших коллег здесь испробации в центре работают Александра Элвис может быть Янис кто из вас хотел бы высказаться первым Элвис Александра Здравствуйте Доброго ранку я могла бы пожалуйста Александра она наш чемпион больше всех там проработала первый месяц работает в пробации сразу в центр туда отправили Здравствуйте всем я очень рада была там работать у меня сейчас будет небольшой перерыв но да я работала примерно месяц в так называемом центре помощи беженцам из Украины я хочу больше о позитивном сказать не о грустном грустного тоже в этом много но я бы хотела сказать что мне очень я очень рада тому какие у вас в стране жители очень приятные благодарные люди которые помогают не выгореть на этой работе потому что эмоционально это не так легко и я бы сказала даже ну сложно и они очень поддерживают действительно люди приходят сами с поникшим настроением и хотят быстрее разобраться с документацией мы стараемся помочь наше управление по делам гражданства и миграции благодарно службе пробации и тому что так много добровольцев кто хочет помогать ну в общем все 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 это мероприятие в Латвии по помощи украинцам оно так позитивно мною рассматривается а да это так коротко об этом мы я могу немного рассказать о том что мы делаем мы выдаем визы или виды на жительство но при этом в центре работает очень много разных институций да по помощи по первой помощи образование работа и так далее так чуть-чуть я могу Элвису передать слово он бы тоже что-то добавил Александра скажите а сколько людей в этом центре из каких регионов если вам известно они приехали да вы знаете я очень много познакомилась с украинцами уже и номерами обменялись и просто поговорили о жизни очень приятные открытые люди если вы имеете ввиду с каких регионов именно жители то это вот Суми Харьков Киев Черкассы я может быть неправильно называю города но это то что я помню я сама помогала заполнять анкеты на визы и виды на жительство да вот это такие самые основные города больше больше я так не помню а много людей не 100 человек 2 тысячи с пункта примерно ну вы знаете цифры разные я боюсь наврать слышала о том что в Латвии уже 16 тысяч человек примерно да прибыло но мы выдаем визы и в день у нас примерно по 500 виз выдается уже на протяжении нескольких недель ну можно как-то сосчитать я на данный момент боюсь соврать спасибо вам большое спасибо что вы делаете поддерживаете нашу дневнику спасибо вам дякую Элвис ты тоже я тоже здесь добрый день Элвис департамент медиации и координации вовлеченности общественности конечно меньше чем Александра Александра как уже было сказано чемпион у нас по продолжительности работы в центре поддержки ну я где-то суммарно был две недели на следующей неделе отправляюсь снова сложно что-то добавить к тому что уже сказала Александра добавлю только то что для меня личный ну пример это то мужество и стойкость с которым вот жители Украины приходят в центр то есть нету поникших понурых лиц хотя ну что удивительно с учетом всей этой ситуации так что это очень воодушевляет и дает надежду на лучшее завтра спасибо вам может быть я тоже добавлю я с того же департамента что Элвис меня Диана зовут я была совсем немного 4 дня там работала еще конечно пойду ну когда я смогу я встречала людей с Уми Харкево в основном с Киева тоже и хочу сказать что меня очень радует что все хотят работать люди не хотят сидеть там на шее да где-то у кого-то интересуются про работу знаю что уже ну кто-то уже работает у нас здесь хотят учить язык латышский и хотят отправлять конечно детей в школы наши и некоторые люди я знаю что учатся также у вас ну удаленная эта учеба есть тоже украинские дети также вот родители говорили что будут использовать вот этот тоже вариант в общем мы действительно сочувствуем очень эти вот рассказы что они рассказывают что Суми по-моему женщина рассказывала что ну всю жизнь как бы работали работали дом построили и в один момент ничего нет сидели в подвале потом сын их там спас эту семью вот они там мама вот эта женщина они прибыли сюда кто у нас очень много украинцев живет в Латвии много родственников здесь тоже да вот они вот эти родственники как бы приглашают приезжих своих родственников пока ну на жительство ну естественно люди действительно я знаю что украинцы очень ну такие люди которые любят работать и они действительно найдут здесь работу я думаю и выучат язык но кто-то конечно думает что и все хотят вернуться на домой вот вот что в основном говорят они да что все хотят вернуться как бы там ни было там руины не руины хотят домой все все равно как бы там ни было так что будем надеяться на самое лучшее дай бог всем здоровья и мира чтобы быстрее это все закончилось спасибо вам большое спасибо вам большое за помощь и за работу это действительно как я говорил в самом начале очень как бы очень подбадривает вообще всех людей которые здесь которые не уехали постоянные сопереживания и предложения помощи они 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 поддерживают они создают ощущение что мы не сами и и людям более того в этой ситуации тоже хочется чем-то помогать вот я когда переписывался с Михаилом с Папсуевичем он рассказал что ваши психологи очень психологи пробации являются инициаторами работы психологов с перемещенными людьми они тратят на это свое время и мы даже у себя решили такое попробовать сделать Лена ты с нами нет Суботенко Елена да 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 вот и несмотря на ту ситуацию которая есть у нас в стране наши психологи тоже поддержали инициативу и мы сейчас будем запускать у себя горячую линию психологов и они будут в любое свободное время предоставлять свои услуги нашим клиентам из других регионов не их клиентам а тем кто будет обращаться и сотрудникам в том числе думаю у нас это тоже будет работать правда Лена нет да конечно конечно мы даже опросили наших психологов так во внутреннем нашем чате о том что они об этом думают хотя у нас немного психологов к сожалению в пробации но мы работаем над этим вопросом чтобы их количество увеличилось и многие из наших коллег действительно сразу отозвались проявили инициативу вплоть до того что сказали что готовы консультировать всех кто в этом нуждается 24 на 7 и оказывать всяческую поддержку не только нашим сотрудникам а если что-то какая-то потребность есть у наших клиентов чтобы они обращались к нашим сотрудникам и через наших сотрудников выходили в этот наш чат телеграм-канал и там как бы состыковывались с каким-то из психологов и уже организовали индивидуальную психологическую работу ну или даже прямым телефонным звонки то есть как кому будет комфортнее действительно высказались люди что это сейчас очень актуально и что некоторые даже не дожидаясь этой инициативы уже проводят такую индивидуальную работу особенно поддерживают людей с наших восточных областей которые вынуждены переместились в западную часть также им оказывают поддержку всяческую психологическую и моральную с тем чтобы людям естественно какое-то время надо что прийти в нормальное стабильное психологическое состояние после того что они пережили поэтому я думаю что мы начнем с этого а в дальнейшем может быть даже если все пойдет хорошо будем развивать эту систему эту практику надеемся конечно же что это ненадолго нам пригодится но такой опыт мы уже наработаем для себя спасибо то что я понял от моих коллег которые работают в центре для беженцев почти все кто приходит украинцу оформлять визы они просто хотят поговорить просто рассказать о своей истории боли которые у них и конечно мы это делаем и не только документы оформляем мы разговариваем с ними и это очень важный это очень на самом деле важно потому что все наши говорили и я говорил в начале каждое утро мы просто списываемся со всеми начальниками филиалов даже если нет вопросов они кидают сообщения что они работают в штатном режиме некоторые делятся своими эмоциями получают ответы от своих коллег это очень важно быть на связи с нами сегодня здесь Катя Денисюк есть это наш руководитель сектора по коммуникации и тоже несмотря на все сложности с самого первого дня этой войны мы стараемся коммуникацию поддерживать работает страничка сообщения которые читают наш персонал которые смотрят естественно мы это используем тоже как может быть не в таком объеме сейчас информации о том что делается а больше о том как мы как мы как наши клиенты помогают нашей стране бороться с агрессией и это очень важно и люди заходят люди заходят люди читают люди задают вопросы между прочим мы вас любим мы вами гордимся вы молодцы и я вам желаю и стойкости духа и мудрости и рассудительности в это нелегкое время и то что я немножко уже успел послушать то что вы Олег и Алена рассказывали в отношении того что вы делаете вы большие молодцы в это очень тяжелое время для Украины и в основном для Украины но и для всего мира это время когда многие вещи наверное в голову просто не укладываются что в цивилизованном мире может происходить такое Украина очень большая страна по сравнению с Латвией и я понимаю что тех нужд потребностей которые имеет сегодня Украина их гораздо больше чем мы как Латвия можем это дать но мы будем мы это делаем и мы это будем делать сколько мы это сможем сейчас я вы знаете работаю в министерстве юстиции например то что мы вчера сегодня еще закончили какие-то опять же ну относительно может быть маленькие но на мой взгляд важные вещи вы знаете ваш министр юстиции тоже на прошлой неделе был в ГААГе где было собрание по вопросам международного уголовного суда ну вот сегодня например мы решали вопрос что мы будем от латвийского государства дополнительные взносы делать в этот в работу этого суда финансовые взносы чтобы суд действительно мог эффективно расследовать все уголовные преступления совершенные против человечества против против связанные с военной агрессией России и Украине также мы знаем что уже некоторые эксперты из Латвии заявили свою готовность работать в команде международного суда чтобы эффективно расследовать и также в Латвии наши соответствующие органы уже возбудили на прошлой неделе это было одно уголовное дело дело одно но там гораздо скажем больше людей с кем работает так что в этом плане Иманс упоминал и Олег тоже упоминал что важно говорить с людьми но есть люди которые являются непосредственно не косвенно потерпевшими а непосредственно потерпевшими такие люди тоже есть у нас уже в Латвии и мы конечно будем собирать как страна эти свидетельства чтобы можно дальше их было предоставить для работы суда и чтобы рано или поздно но виновные лица тоже понесли наказание еще я хочу сказать что я надеюсь два часа которые проходят беседы вы успели уже обсудить какие-то практические вещи я писал когда-то Олегу передавал эту информацию также службе пробации и мы конечно готовы и мы должны я думаю искать в это сложное время разные формы ну взаимопомощи и можно так сказать а можно сказать взаимосотрудничество потому что война закончится рано или поздно и чем сильнее будут разные государственные институты чем они больше будут направлены на то чтобы восстанавливать это все и я думаю что такой мотивации как украине вряд ли у кого-то она сейчас вообще есть чтобы свою страну делать сильно я думаю что вся наша коммуникация и наша совместная ну работа если какие-то из проектов они не есть ли а они обязательно получатся что это послужит послужит очень добрым шагом для того чтобы по окончанию этого всего украине вы могли реализовать те мечты которые может быть сегодняшний день приостановил или мешает двигаться вперед вы большие молодцы и мы ну насколько мы можем мы мы поддерживаем и будем поддерживать вас во всех добрых делах которые делает и служба провоцией Украины и весь украинский народ так что держитесь братцы я вас всех крепко обнимаю не смогу остаться еще немножко послушаю но в 12 мне нужно быть на следующем совещании и позволю продолжить может быть по теме уже начатой общаться дальше спасибо большое за внимание да те кто не знают Михаил государственный секретарь министерства юстиции Олег хотел что-то сказать я хотел сказать спасибо большое я очень рад видеть Михаила и я лично его поддержку чувствую с самого начала мы очень много переписывались и я очень благодарен ему за такую искреннюю поддержку которую конечно каждый на своем уровне делает Михаила это поддержка на уровне министерства юстиции я думаю что для нашей страны в тех вопросах которые он сказал это это конечно очень огромная помощь и она действительно будет вдохновлять нас всех вот но поддерживаю акцент на том что нужно общаться нужно разговаривать потому что наше общение и наша наша коммуникация она уже дала очень много нам очень очень много мы использовали из того что мы видели из ваших рекомендаций и я уверен что мы будем дальше общаться и действительно будет шанс наверное сделать что-то еще большее чем мы сделали до того как это все началось и естественно мы будем дальше общаться спасибо огромное Михаил Олег можете пожалуйста сейчас немножко побольше рассказать насчет того как вам кажется что можем вам помочь помочь ну каким-то образом я понимаю вы сделали какую-то сводку да Олег да я слышу ну давайте для начала я хотел бы искренне сердечно поблагодарить коллег за ту работу которую они проводят это наверное самое на сегодняшний день для нас важное потому что ваша поддержка она действительно ощущается со всех сторон значит что касательно хочу сказать что у нас есть те страны которые наши будем говорить союзники которые нам помогают мы это видим ощущаем и у нас очень много гуманитарной помощи ну что касательно питания что касательно лекарств единственная конечно у нас проблема это с гуманитарными коридорами те регионы которые попали в горячий ну где сейчас развиваются все события туда очень тяжело доставлять как бы я специально еще встречался с волонтерами проговаривал ну действительно просто очень тяжело доставлять гуманитарную помощь централизованно она приходит эта помощь к нам с западных регионов нашей страны да и как бы ее очень достаточно ну вот реально очень достаточно я же еще раз повторюсь проблема только с гуманитарными коридорами что касательно помощи как для сотрудников пробации на сегодня ну как мне кажется это очень нелегко будет сделать да то есть это точечная целенаправленная помощь и наверное это будет нелегко сделать потому что вся гуманитарка заходит через хабы которые находятся в странах граничащие с Украиной поэтому мы конечно здесь свели немножко я как бы сделал срез что нам нужно ну естественно все регионы дали по-разному потому что они по-разному ощущают эту войну да в некоторых регионах ее практически никто не ощущает живут мирной мирной жизнью а некоторые действительно как бы ощущают для нас на сегодня конечно важно было бы вот ноутбуки про которые говорили наши коллеги это первое что нам нужно было бы почему потому что я еще дополню у нас есть наши сотрудники беженцы которые приезжают в западные регионы и приходят на работу даже им не на чем работать потому что та же техника это все расписано на каждого сотрудника который работает постоянно в этих подразделениях если новый человек приезжает у него есть проблема вот в большей степени конечно я думаю что то что скажу так прямо вам огромнейшее спасибо еще раз но то что вы сейчас централизованно нам помогаете в международных судах то что централизованная гуманитарная помощь идет я думаю это максимально что вы можете для нас сделать после уже этих событий конечно было бы неплохо если бы уже от пробации пробации да каким-то путем опять же это не так просто у нас государственная структура это надо думать каким путем да тогда уже можно было бы говорить о каких-то там более конкретной помощи а на сегодня ну я думаю что побережем эту помощь на конец войны на окончание войны ну вот я такое я вижу это так я в принципе вроде как все сказал Олег Борисович да спасибо я действительно мы уже немножко говорили как раз на эту тему с Симонсом до нашей встречи вот о том что говорить о какой-то конкретной помощи выраженной в единицах и материально сложно потому что те гуманитарные вопросы которые возникают у людей они имеют возможность решить на сегодня за счет гуманитарной помощи которая централизованно приходит на Украину в Украину а другие вопросы ну какой-то конкретной целевой помощи но мы сейчас не готовы еще сказать мы ее ощущаем мы ее имеем я понимаю что если говорить о техническом обеспечении опять же ну о технической стороне вопроса потому что коль речь идет не об одном ноутбуке то такие вопросы обсуждаются и мы их обсуждали с международными проектами например проект который у нас работает проект Евросоюза право джастис мы такую потребность озвучили и они сейчас рассматривают они работают над этим вопросом ищут донора который поможет решить этот вопрос то есть он должен решаться то есть на уровне проекта потому что это будет логично и понятно процедуры связанные с определенными закупками и передачами никто не отменял и поэтому я думаю это должно происходить по определенным по определенным алгоритмам вот либо от проектов либо от каких-то организаций вот ну то что могу сказать ну в принципе это мне все понятно сейчас и я уже Олегу сказал когда война война закончится я думаю все наши страны которые сейчас не идут на помощь Украине но посылают только там гуманитарку оружие и так далее помирать за ценности немножко боимся будем себя чувствовать виноватыми и скорее всего после войны очень очень большие средства должны пойти на Украину для того чтобы Украина стала возможно самой развитой страной в Европе по крайней мере я так считаю что мы будем очень большом долгу и я так себя чувствую я думаю очень много людей и в Латвии так же себя в данный момент чувствуют что этот будет долг который не знаю сможем ли мы когда-либо вообще выкупить да но ладно а вы вообще в командировку можете выехать к нам сейчас военный период теоретически да но практически не знаю согласовательная процедура наверное будет очень сложная ну я просто думал насчет того что может быть есть такое желание на неделю выбраться из Украины если такое желание есть мы как бы можем объединить это с каким-то целесообразным мероприятием в Латвии и оплатить все соответственные расходы и не знаю отослать машину до границы с Украиной забрать привезти отвезти обратно если так ну подумайте на что спасибо за предложение мы подумаем мы еще уточним потому что мы не знаем в каком режиме сейчас работает Министерство иностранных дел в этом плане и возможно есть некоторые ограничения но мы уточним мы спросим спасибо за предложение и тогда скажем возможно это сейчас или невозможно ну я думаю не завтра обычно это просит время да но я выложил на стол что по крайней мере вот если не можем вам в автопе ноутбуки прислать то что вам на самом не знаю машины дали в данный момент да то может быть таким образом сейчас если считаете это целесообразно можем что-то по крайней мере таким образом сделать я думаю что нас бы больше устраивало если через пару недель мы бы вас пригласили на парад победы на крещатик не сомневаюсь это было вот так и будем планировать может не через две недели но через месяц скорее всего иманс я вижу тоже хочет высказаться пожалуйста иманс спасибо доброго доброго дня всем я не могу не высказаться когда я вижу столько много друзей здесь Олега Олену Катю вижу Юлию вижу и может кого-то еще не вижу кого лично знаю трудно что-то добавить все уже все сказали но я думаю по завершении войны еще сделаем этот форум еще раз конечно и не только и доделаем все что прервали да ну мы никто ничего не отменял может быть просто замедлилось но не отменял точно вот а если мы будем делать форум то это будет уже настоящий международный форум а не наш внутренний форум при поддержке представителей других стран я думаю что это будет очень интересно между прочим у меня была такая идея что может быть сделаем записи если хороший разговор получится распространим там на другие страны там по всей Европе распространим этот наш разговор ну там с титрами на английском сделаем и так далее но как я понимаю ну вот так таким копипейст образом делать не можем из-за соображения безопасности там я вижу ваши лица там имя фамилия но возможно мы можем не знаю письменном виде сделать и на английском перевести этот наш разговор и таким образом распространить по Европе ваш ваш рассказ как вы работаете в данный момент и что вам нужно и что ну да потому что я чувствую очень большую поддержку тоже из других стран европейских из коллег из других стран и у них не хватает тоже информации что происходит у вас тут и очень у других большое желание понять я думаю это очень хорошая идея я не вижу например в этом проблем даже даже не считаю что лицо не нужно показывать мы говорим о том что должны знать люди во всем мире о том что происходит и кстати чем наш форум уникален мы мы сдержались и не сказали ни одного нехорошего с литературной точки зрения слова ни в чей адрес вот мы мы считаем что мир должен знать нам будет очень приятно знать что коллеги коллеги видят что мы не останавливаемся коллеги коллеги узнают что мы работаем в этой ситуации и коллеги услышат про важность поддержки и общения мне кажется это очень важно позвольте два слова я хочу тоже поддержать эту идею мне кажется имманс это очень хорошая идея в первую очередь с точки зрения того что действительно мы как бы очень заинтересованы в том чтобы люди получали информацию из первых рук в других странах потому что мы понимаем что система коммуникации средств массовой информации не всегда идеально доносит информацию не всегда все люди полностью доверяют особенно если касается нашей службы это вообще информация можно сказать закрытая которую ни из каких эстоников они больше не получат а так как сегодня высказывались наши коллеги которые непосредственно на местах проводили эту работу столкнулись с этими трудностями то на мой взгляд я как бы например что касается меня то я не против все свои личные данные как вы говорите видео то что записано видео лицо и фамилия имя отчества я как бы не против его распространить если я думаю каждый выскажется на эту тему или скажет как он относится к этому то я думаю что эту видеозапись вполне можно и распространить по заинтересованным органам странам и так далее спасибо а есть кто-то из присутствующих кто не согласен вот катерина да пожалуйста я не то что не согласна я хотела предложить здравствуйте всем хотела сказать что на информационном поле у нас были свои вызовы потому что когда все думали о сохранении жизни и безопасности сотрудников то даже в информационном пространстве были вопросы как освещать деятельность и нужно ли это это ли первоочередное и так далее по некоторым вопросам да были технические сложности но скажу что сейчас когда мы стали более уверены когда мы действительно уже побороли какой-то первый этап прошли эмоционального стресса мы на всех уровнях уже идет полноценная работа или скажем так она восстанавливается и сегодня я уже могу с уверенностью сказать что даже те кто первые дни делал очень много хороших дел и для наших защитников и для террабороны среди сотрудников они первые дни не хотели чтобы о них рассказывали они не хотели чтобы их фотографировали чтобы их где-то вспоминали но сейчас я могу с уверенностью сказать что люди открыто об этом говорят и могу предложить собрать за некоторое время например за неделю мы бросим предложение нашим сотрудникам в Украине и соберем какой-то на примере альманаха или знаете как говорят военные будни пробоционеров в Украине мы соберем их ощущения соберем их рассказы о том как они работают чем они занимаются и наверное но конечно мы будем просить технической помощи возможно даже ваш иманс нам поможет это оформить технически потому что сейчас даже наш отдел мы работаем все на удаленке и у нас есть проблема по визуалу потому что мы тоже каждый на своем месте занимаемся еще и волонтерством и коктейли молотова в первые дни делали и ровы рыли и даже у нашего Владимира машина повредилась потому что он волонтерской деятельностью тоже занимается в Киеве то есть мы работаем тоже на всех фронтах но технически мы это не сможем красиво оформить касательно собрать информацию сделать ее действительно разноплановой для того чтобы люди узнали чем пробоция живет люди пробоции это мы можем собрать а технически если им поможет я думаю это будет очень хорошее начало такого альманаха и такой работы информационной эмоц катю катю всегда ты ты же знаешь как мне позвонить написать в любое время в любой вопрос обязательно поможем я лично ну ты знаешь я я все каналы включу чтобы сместить что-то с места да во благо хорошего результата да и жаль машину да Владимир и ему привет не очень пострадал я думаю что мы после войны все восстановим потому что мы зарплаты получаем слава богу и спасибо нашему руководству что это тоже важная часть нашей деятельности и продолжается да так что Катя обращайся да я не представляю объем работы который ты придумал но ты знаешь на стратегическом концептуальном и на практическом уровнях мы придем к хорошему результату вместе и я понимаю что другой имя который сейчас мой начальник ну наверное поддержит это да полностью можешь отложить все другие задачи не ну довольно да серьезно вы просто договариваетесь на сейчас между собой у вас контакты есть сделайте какой-то этот алмонах у вас визия есть да я знаю что в Европе очень большой большой интерес я с СИП ну конфедерации по пробации там тоже у них с ними у меня были разговоры насчет того что вот у вас сейчас это серия один день в жизни сотрудника пробации давайте сделайте всю серию насчет одного дня сотрудника пробации в Украине не знаю вот вот распространите эту информацию как-то ну вот интерес большой со стороны европейского европейских коллег есть и они не знают как вовлекать повлечься как помочь ну мы тоже в принципе из Латвии не понимали до сих пор сразу контакт сделали ауманах информационная война поможем таким образом может быть в данный момент ну да ладно очень долгий у нас разговор получился но очень ценный по-моему очень очень продуктивный и интересный Олег как тебе кажется да Эмонс мне кажется что действительно получился интересный разговор поэтому он и получился длинный и даже такие какие-то ощущения что не хочется его заканчивать в очередной раз убеждаюсь что в таких ситуациях которых мы мы-то сейчас улыбаемся но в принципе я думаю что каждый из нас я имею ввиду представителей Украины в этом чате у него все-таки состояние психологическое не лучшее потому что накоплено накоплено эти переживания которые каждый день я на себе чувствую настроение меняется утром одно в обед другое вечером третье это зависит от средств массовой информации это зависит от того о чем ты думаешь но но всегда хочется поговорить с удовольствием с удовольствием хочется поговорить когда тебя люди слушают когда задают вопросы и конечно же хочется поделиться и переживаниями и какими-то достижениями если они есть на этом фоне и как для сотрудников пробации вот честно мы приходим иногда в офис у нас небольшой круг людей которые имеют возможность добраться до офиса при том что транспорт не ходит при том что с правого берега это надо очень много блокпостов проехать очень долго можно простоять поэтому это представители левого берега но каждое утро когда люди приходят в определенные дни начинается со слов как я соскучилась за своей работой вот все люди очень хотят прийти на работу спокойно они хотят говорить о работе они хотят работать они не хотят думать о войне поэтому это очень важно общаться именно о работе это тоже один очень важный аспект который 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 нас и разгружает психологически и вдохновляет и заставляет включаться и думать дальше уже о том что будет после войны а не о войне вот спасибо вам за эту инициативу мне кажется это было очень хорошее предложение пообщаться сегодня спасибо вам и как я понял мы можем продвижаться продвигаться дальше попробовать может субтитры сделать для этого видео и распространить видео если кто-то не согласен не знаю приватно можете мне прислать решим эту ситуацию но я не знаю сколько это стоит сколько времени это займет это думаю мы с Симон после этого разговора поговорим поймем получше разговор длинный был но очень ценный и для других не только для нас в Латвии спасибо вам спасибо слава Украине героям слава на контакте скажем так на связи на связи до свидания хорошего дня вам до свидания спасибо спасибо до свидания до свидания